МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народную студию. Вот и начался второй сезон нашего музыкального телепроекта. И мы с большим удовольствием представляем вам новых участников Народной студии. В прошлый раз для вас пели... Виталий Заикин. Только никогда я не смогу забыть тебя. Пламя ночи, холод дня. Тебя, любовь моя. Данил Юдин. Э-э-э-э, красотка, хорошая погодка. Была бы лодка, мы бы плыли с тобой. Вика Бреева Наши эксперты высказали свое мнение о пении конкурсантов. Первая песня. Мне просто нравится эта песня. Мне просто она нравится. И тут я судить не могу. Поэтому я за. Второй человек. Мне ни песня не понравилась, потому что она меня достала уже за свою жизнь. Во-первых. Во-вторых, спел он неважно. И ритмически по высоте там скакал. Мне первый категорически не понравился, потому что столько унылых исполнителей, я уже не переживу свою жизнь. А что касается второго исполнителя и третьего исполнителя, я бы им дал шанс и пропустил бы их дальше, потому что что-то в них есть. Виктория не согласна ни с выбором репертуара, ни с внешним представлением 12-летней особы. А вот Виталий и Данил. Добрый час. Вот с этой девушкой сложнее всего. Она, я согласен опять же с Андреем, с тем, что в ней что-то есть. Надо ей позаниматься. Обязательно попробовать позаниматься. Оставляем мы всех трех. Да, Матрюша оставил. Оставляем мы всех трех. А наши зрители проголосовали так. Итак, если вы смотрите Народную студию впервые, хочу пояснить, что в нашем проекте принимают участие исполнители любого возраста, работающие в разных музыкальных жанрах. Чтобы стать участником проекта, нужно зайти на сайт galizdra.ru, оставить заявку на участие, приложить аудио или видеозапись и ждать нашего звонка. Ну а далее конкурсантов ждет запись в студии, обсуждение экспертов и зрительское голосование. Голосовать можно на сайте galizdra.ru. Эта услуга бесплатная. Именно зрительское голосование сыграет решающую роль в выборе победителя второго сезона телепроекта «Народная студия». А сегодня еще три исполнителя сделают шаг к победе. Давайте с ними познакомимся. Денис Дегтярев. Артем Лаптев и группа «Глубина резкости». Юрий Морозов. Сегодняшний этап конкурса оценивают наши эксперты. Иван Белоусов – известный омский музыкальный продюсер. Александр Чесноков – известнейший омский музыкант, экс-гитарист группы «Гражданская оборона», основатель и бессменный лидер группы «Коллекция бабочек». Сегодня к нашим постоянным экспертам присоединяются Андрей Картавцев – популярный автор и исполнитель. Жанна Толстикова – автор и ведущая программы «Зеленый коридор». Ну что ж, Алексей, пора пригласить наших конкурсантов в студию. Я с нетерпением буду их ждать, но у себя в студии. Итак, сегодня у нас первым отправляется в народную студию Денис. Как настроение, Денис? Боевое. А это у вас первый опыт записи в студии? Да, первый мой опыт. Вы пишете песни сами или поете чужой репертуар? Ну, я пою исключительно только свои песни. Я когда учился играть на гитаре, тогда, конечно, я исполнял чужой репертуар. Так, свои. А много у вас своих песен? Достаточно много. А в каком жанре вы работаете? Обычные песни по гитару. Ну, наверное, вы любите петь для своих друзей, для девушки? Да, я пою всем, всем, кому можно, всем пою. Стритуете? Да. Где можно вас видеть, в каких переходах? Во всех. Итак, болейте за Дениса. Мы отправляемся в студию к Алексею Голиздре. Денис Дегтярев, 21 год. Музыкой занимается около года. Сочиняет песни и поет их под гитару. Кроме музыки, занимается резьбой по дереву. В музыкальном конкурсе решил принять участие впервые. Считает, что это отличная возможность проявить себя. Главное не участие, главное – победа. Победа над собой. Так считает Денис. Приветствую. Здравствуйте. Песня, я так понимаю, авторская. Песня авторская. Называется? Любовь к онуровку. Денис Дегтярев, давайте послушаем. Спасибо. По улице пустой, под небом темным мы гуляем под луной. И оба обезумевших от счастья песни напеваем с тобой. Эта ночь опять пролетит незаметно. Да, аккомпанемента под гитару маловато, честно говоря. Поэтому логично было бы сделать аккомпанемент с группой. Что мы и сделаем. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Да и так бывает. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Но мне тебя не хватает. Давай поставим жизнь в режим ожидания и доволен сладимся моментами. Ты будешь мне всю ночь читать свои стихи, а я засыпать комплиментами. И нежно прижимать себя к себе и любовь себе дарить. Я стремлюсь. Наша любовь по грибам секретна, но я за нее борюсь. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Да и так бывает. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Но мне тебя не хватает. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Да и так бывает. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Но мне тебя не хватает. Слышно, что вокал не профессиональный эстрадный у Дениса, но на то и на народная студия, чтобы народ приходил и пел. Ансамбль не украсил, как сказать. Естественно, аранжировка тут не обогатилась. Но вот знаете, если честно, мы уже какую-то третью неделю тут смотрим. Это мне пока что нравится больше всего, что я слышал до этого. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Да и так бывает. Ладони в ладошке и любовь по наружку. Ну вот так вот. Да, вот представьте, нам не сказали, что это участник народной студии. Вот там, да. А вот так, где, по какому-нибудь там, как они, Атом, как они, каналы Муз-ТВ, вот так вот. Ай-1 вот эти. Да, да, вот взяли бы и показали. Вот другое бы отношение было, правда же, да? У меня нет точно. Я удовольствие получил, честное слово. Мне тоже понравилось. Я не профессионал. Как он, стрекало, да, вот помнишь, вот есть, да? Да, мне кажется, это своя ниша какая-то. А мне кажется, это оригинально. По крайней мере, не похоже вот на обычный дворовый. Это то, что я сидел дома на гитаре, скажем, на кухне играл, потому что сыграл здесь. Вот, вот, это мое детство. Это вот детство мое, вот, вот, вот такое, все. Вот я из таких вышел. У нас было просто миллионы, вот, а я с дуру что-то тут застрял. Вам повезло, как? Ну. У нас здесь группа «Глубина резкости». Они готовы войти в студию и спеть свою песню. Расскажите, что будете петь? Песня называется «Омск дарит мне лето». Это, собственно, сочинение песни. Вот она написана с душой для амичей и гостей города. А кто у вас обычно отвечает за написание песен в группе? Пока я, но жду от ребят ответа. Вы готовы ответить? Они готовы. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Я надеюсь, что зрители вас поддержат. Помашите им ручкой. И я приглашаю вас в студию к Алексею Голиздри. Группа «Глубина резкости». Лидер Артем Лаптик. Группа существует с 2011 года. Правда, тогда она называлась по-другому. Состав группы неоднократно менялся. Но в итоге подобрались нужные люди и нужное название. Итак, Артем Лаптев и группа «Глубина резкости». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну что, как настроение? Отлично. Отлично. Песня, я так понимаю, авторская. Как называется? «Омск дарит мне лето». Ну что ж, в добрый путь. Запись. Поехали. В Омске много интересных мест. Откройте глаза. И раздолье в Сибири есть просторно душа. Здесь начало истории Откроется нам На перекрестке иртышаями Красиво Порт там Ну что хочу сказать. Команда, конечно, интересная. Такой, не знаю, как даже стилистику назвать. Скорее всего, инди. Инди-рок такой. Здесь тревоги и радости И светлая грудь Начинается новый мир И бьется наш путь Шаг вперед, и вот в новый день Ступила страна Город радует всех гостей И греет сердца В Омске новые дни И вдаль летят, летят года Он всегда молодой В Омске новой дни Не могу сказать, конечно, что музыканты профессиональные, но тем не менее ребята очень стараются. А песня, на мой взгляд, очень интересная, очень красивая. Знаю, я есть края покрасивей, Но Не дано мне это Буду жить и смотреть на Россию Омск Дарит мне Лето О-о-о-о Эм Эм Ничего не знаю, чем тут даже машина времени. Это те времена, где машина времени как бы лидировала. Вот эти моменты напомнили. Нет, но звучание, да, видно сразу, что ребята и как бы не первый раз держат гитары в руке. Ну и звучание гитары действительно обалденное. Аранжировка правильно сделана, все. Ну, ребята, ну вот у меня такое ощущение, что им очень нужно какую-то почетную грамоту от регионального правительства, понимаете? Да, 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 от Министерства культуры, там, из печати. Они хотят выдвинуться в люди вот через какие-то коридоры власти. Вот так вот неестественно стать. Откуда ты знаешь, может быть, они искренне верят в то, что поют? Ну вот я не чувствую искренности. Ты понимаешь? Ну не знаю, это как-то просто душевно доступно. Мне понравилась музыка, я ничего не могу сказать о глухие тексте. Мы не верили в такие песни. Не знаю, мне кажется, это правда, это... Да, вот так, вот сидели люди, что бы такое вот такие слова такие, чтобы... Открыли учебник по истории, так, значит, вот Омск, там, Сибирь, перекресток Иртыша, Ами, и все, не знаю. Не знаю, я теперь вижу, как бы, такая, скажем, дорога, перекресток, человек стоит, заживи, я не знаю, перекресток Иртыша, Ами. Не, ну, действительно легко. Легко, хорошо, не, нормально, нормальная, качественная музыка, все хорошо. Тем более, плюс в том, что это люди сочиняют сами, аранжировки делают сами, тексты пишут музыку сами. Это же стойное уважение, если чем-то, тем более, это народный проект. Не важно, какой у вас бизнес, не важно, сколько у вас денег. Продвижение – уникальное предложение. Качественный рекламный ролик за 1 рубль. Подробности на 1рубль.тв. Это Юрий. Он умеет петь. И сегодня он готов доказать это всем вокруг. Юрий, волнуетесь? Нет. Вы уже бывали в студии? Да, бывал. Вы записывали свои песни или пели что-то чужое? Свои песни записывал две. И сегодня будете петь свою? Да, одну из. Как много у вас своих песен? Всего две. Целых две, нужно говорить. Не всего две, а целых две. О чем, как правило, пишете? Ну, пока я начинающий автор, скажем, о любви. То есть о том, что чувствуете, о том и пишете? Да. А может быть, вы кому-то посвящаете эти песни? Да, посвящаю песни своей любимой девушке. Передайте ей привет. Привет. Ну что ж, мы все будем за вас болеть и надеюсь, что ваша девушка будет совершенно очарована тем, что сейчас она увидит. Отправляйтесь в студию к Алексею Голиздре. Юрий Морозов. 19 лет. Закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Самостоятельно научился играть на гитаре. В школе мечтал создать рок-группу, но пока не получилось. Вообще о музыкальной карьере Юрий пока не думал. Играет в свое удовольствие. Работает в городском студенческом центре. Тарам-тарам-тарам. Привет-привет. Здрасте. Юрий Морозов, автор и исполнитель. Вообще много песен написал в этой жизни? Две. Две. Ну, лиха беда начала. Волнуешься? Нет. Ну, давайте послушаем. Поехали. За окошком дождь, ты сидишь одна. И опять ты ждешь вся ночь без сна. Мысли все о нем, и душа кричит. Почему не пишет, почему молчит? Снова встречи ждешь с нетерпением ты. Он придет к тебе, принесет цветы. Ты будешь вместе с ним ты встречать рассвет. Звуки тарных струк. Я не бежен свет. Рвет на части грудь Ревность и тоска Это все забудь Встреча ведь близка Расскажи ему То, о чем молчишь Ведь не любит он, когда ты грустишь. Снова встречи ждешь с нетерпением ты. Он придет к тебе, принесет цветы. Будешь вместе с ним ты встречать рассвет. Звуки тарных струк. Все же свет. Вот, для сравнения, пожалуйста, два одинаковых человека. Готовая песня для любого российского сериала. Для жизни, любви. Ну, если вас это не устроит, то я не знаю, что еще ждать от молодежи. Не, ну что в порядке? Зачем сразу так давить, если вас это не устроит? Это вас устраивает. Зачем сразу так давать, если вас это не устроит? Кругом голова И про все вокруг Не забываешь ты Рядом он с тобой Избылись мечты Встреча осталась и с любимым ты Он пришел к тебе и принес цветы Рядом только ты можешь все забыть Счастья больше нет Часть любимый мы И он знает про то, что он поет И как-то мы с вами говорили о движении сценическом Вот, для меня это сценическое движение У человека какой-то образ есть Он просто стоит, он ничего не делает Но мимика абсолютно говорит А на него смотришь и получаешь удовольствие Вот я вот тут, я просил два слова Ты мне дал больше, да? Вот я говорю В общем, я вот тут буду резок И прямолинеен Юра, вперед Запросто, легко Даже если будет красный свет с других сторон Я его протолкнул Вот, Денис мне понравился Вот именно прикольностью своей Какой-то, которая мне Просто я так скажу От Дениса я получил удовольствие Время просмотра, не более того Ну а вторые ребята, которые Вот Артем Вот Артем и его бэн Да Ребята, простите, пожалуйста Но совсем не никак Совсем никак Мне больше всех понравился, конечно, последний Третий участник Группа Перекресток мне понравилась Как бы это банально не звучало И первый участник Меня песни не задело Никак Ну я, наверное, не буду очень оригинальной В своих суждениях Мне вот чисто на слух Мне понравился, естественно, последний исполнитель Юрий Морозов Песня чувственная Не знаю, здесь не знаю, что добавить, что прибавить Мне очень понравилось третье выступление Мне не понравилась вторая группа Ну никак Все-таки, все-таки, я считаю, что ребятам дать шанс надо В таком случае мы все придем к воде Про березку там Нет, нет Артем Я сказал свое мнение Политическое в их отношении Вот, ну играют они хорошо В принципе, можно пускать, можно не пускать Как хотите С Денисом я понял, что вы его поставили Я просто хочу попросить ребят, которые занимаются этим делом Я хочу для своей коллекции Дениса Я имею право дома для частного просмотра Смотреть Дениса Нет Все Дениса, мне же мне жалко выгонять Давайте всех троих Я могу охотить? Такие артисты имеют право на существование Я не знаю Каков вердикт? Какое решение? Отвечать будет Александр Чеснок Да, ребята, просто говорю Если я бы был чуть-чуть лояльнее Я бы всех троих пустил Если я буду чуть-чуть построже Я пустил бы только Юру Вот скажите, мне быть добрым или злым? Не нравится Постановка Ну все, тогда буду злым Я лично, мое мнение, я буду злым Так как все ипостаси, которые необходимы для артиста были у Юры Я его вперед толкаю А остальных, ребятки, я, ну, простите А первого исполнителя, пожалуйста, запишите, Александр Чеснок Обязательно А может плохо, что нет, что мало песен про Омского? Голосуйте за глубину резкости Знаете, что, ребята, я еще могу сказать насчет вторых Вот им надо отбросить все свое самолюбие Все свои понты, которые есть Которые присутствуют у каждого человека И просто понять, ребята, нам нужен какой-то свой Джим Моррисон Играть мы научились хорошо Выйти из коморки И вот эти корявые, но настоящие влюбие мысли Они бы приводили Вот так дайте им возможность выйти из коморки Песен, которые сейчас про любовь, про морковь, их море, вот эти всякие, как бы, новоявленные А вот таких песенок очень мало Им надо дать возможность Реально дать Давайте дадим Я, наверное, дам шанс Ну вот как на мой взгляд Музыка у них приятная, текст мне не нравится Очень красивая и умная девушка Очень Теперь давай я тоже про меня, чтобы что-то хорошее сказал Человек, который коллекционирует записи неизвестных исполнителей Да, вот, я как коллекционер хочу сказать Я этим ребятам даю шанс Проходят двое Артем и Юра Артем Лаптев, Юрий Морозов Итак, эксперты высказали свое мнение Теперь ваша очередь Заходите на сайт galisdra.ru и голосуйте за наших конкурсантов Это совершенно бесплатно Своим голосом вы можете оставить в проекте того, кого не оценили эксперты Или же добавить шансов на победу тому, кто прошел следующий тур Увидимся ровно через неделю Ну а сейчас наш специальный гость Все то, о чем забыть Пытаюсь я уже целый год Моей любви каприз К тебе отчаянно зовет Да, ты стала слишком далеко От меня Летний ливень Смой мою печаль Мне противен Твой бездонный рай Летний ливень Твоих капель дробь не разбудит Счастье не вернет Летний ливень Мотив дождя и сгроз Для нас достаточно Пытаюсь я уже целый год Летний ливень Мотив дождя и сгроз 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 Мотив дождя и сгроз